Приветствую вас. Я думаю, что прежде чем отвечать на вопрос, который вы задаете, имеет смысл обратить ваше внимание на две очень важные детали. Первый из которых состоит в том, что вы пишете о своем желании того, чтобы дочь ходила на танцы. То есть это почему-то ваше желание, но не ее. Может быть это ее желание, но вы об этом ничего не написали. Вы написали только о том, что вы хотите, чтобы дочь ходила на танцы. Сразу возникает вопрос. Что делать, если дочь не хочет ходить на танцы? Почему вы считаете, что можете хотеть для своей дочери чего-то? Как это связано с тем, чего хочет она? Дальше. Вы пишете, что дочь расстраивается. Понимаете, опять же, может быть, ситуация такая, что дочь расстраивается из-за того, что преподаватели отказываются с ней работать. Может быть. Но может быть, дочь расстраивается из-за того, что она не способна удовлетворить ваши ожидания. И если так, то расстраивается она из-за этого. Понимаете, какая штука. Так что я думаю, что вот на эти моменты в первую очередь нужно обратить ваше внимание. Что касается того, что вы пишете, она очень подвижная, но не школьная. Это важная субъективная, как бы, оценка, то есть, что именно. Дальше. Как помочь ребенку быть внимательной? Ну, дитя слышит. Она слышит только то, что считает, но не мотивация. Она будет слышать то, что ей интересно Наталье. Дети не слышат то, что им не интересно. По крайней мере, в 4 года. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку в утро помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.